коллеги добрый день компания coderline начинает для вас новый вебинар тема нашего вебинара амортизация основных средств 1s erp 2 и 5 проводит его для вас компания coderline меня зовут екатерина моисеева я ведущий консультант аналитик 1s у себя на экране вы видите наши контакты электронную почту номер телефона по этим контактам вы можете задавать свои вопросы компании работает огромное количество аналитиков и разработчиков и других сотрудников которые готовы помочь вам и ответить на ваши вопросы также подписывайтесь на наш канал telegram erp там обведется обсуждение самых новых статей разной информации поэтому для вас будет этот телеграм-канал полезен итак программа нашего вебинара мы рассмотрим способы методы начисления амортизации основных средств посмотрим настройки способов отражения расходов по амортизации как настроить проведем с вами начисление амортизации в 1s erp 2 и 5 и сформируем ведомость по амортизации основных средств давайте перейдем нашу демонстрационную базу итак у меня демонстрационная база 1s erp управления предприятием релиз 2 5 11 96 обращаю ваше внимание потому что в разных релизах может быть немножко по-разному меня релиз такой итак амортизация основных средств основные средства это внеоборотные активы компания в системе 1s erp давайте сначала зайдем в нс и администрирование как всегда мы начинаем с настроек и посмотрим что какие у нас есть настройки по внеоборотным активам но самое главное что мы с вами должны поставить что учет не оборотных активов используется потому что если мы это не поставим то соответственно нет необоротных активов нет и и амортизации соответственно обязательно ставим эту галочку остальные галочки объекты строительства управления ремонтами узлы объекта эксплуатации ставите в зависимости от того как идете свой свой учет основных средств более подробно эти все объекты рассматриваются в других наших вебинарах связанных с основными средствами итак перейдем сами внеоборотные активы документы по основным средствам амортизация основных средств настраивается при принятии к учету я для примера взяла организацию торговый дом комплексный демо базе по которому уже есть принятие к учету документов уже есть основные средства на балансе открываю принятие к учету первого основного средства и для того чтобы увидеть настройки амортизации нам надо с вами зайти в раздел параметры учета для того чтобы начать начислять амортизацию первым делом мы ставим с вами порядок учета начислять амортизацию если нам амортизации не нужна то мы ставим не начислять если уже ранее она была начислена ставим амортизация начислена и допустим не принимать к учету включить в расходы знать сразу списывается на расходы не амортизируется основное средство далее указывается срок использования срок использования нами берется исходя из от не отнесения основного средства к амортизационной группе в данном случае есть общий классификатор основных средств и есть амортизационные группы и какому какой классификации относится то основное средство здесь мы берем амортизационную группу амортизационной группе у нас указан срок течение которого сам должно самортизироваться это основное средство данном случае указана третья группа свыше 3 3 лет и до 5 лет учительного соответственно срок полезного использования по этому основному средству мы с вами можем установить пределе до 60 месяцев от 37 потому что свыше 3 лет и до 60 месяцев то есть 5 лет на 12 60 месяцев обычно все организации ставят максимальный но вот в данном случае стоит 54 года два месяца но опять же вы можете как бы с помощью вот этого показателя один раз скорректировать грубо говоря какая сумма амортизации у вас будет в месяц либо больше либо меньше то есть соответственно если вы поставите максимальный срок полезного использования 60 месяцев то соответственно у вас будет наименьшая сумма амортизации на расход эти в месяц если вы поставите допустим 37 месяцев то соответственно сумма амортизации больше и само основное средство с амортизируется быстрее это действует при линейном методе и при методе уменьшаемого остатка здесь мы с можем остановить начисление амортизации допустим у вас действует потом можно остановить можно остановить тогда система не будет потом начислять амортизацию то есть вот это список выбор действия нужен для этого теперь давайте посмотрим сами методы начисления какие у нас есть у нас есть линейный есть уменьшаемого остатка и пропорционально объем линейный метод амортизации подразумевает что сумма стоимость основного средства первоначальная будет амортизироваться равными частями в течение всего срока использования то есть соответственно если это 50 месяцев то первоначальная стоимость пятьсот двадцать тысяч разделится на 50 месяцев и сумма амортизации будет ежемесячно одинаковая уменьшаемого остатка для метода начисления уменьшаемого остатка у нас есть возможность поставить коэффициента ускорения то есть соответственно насколько быстрее будет постепенно амортизироваться данное основное средство что это значит это значит что мы можем сделать так что первые месяца будет списываться максимальная сумма амортизации и постепенно постепенно концу срока использования она будет уменьшаться пока до конец не не дойдет до ноля это способ уменьшаемого остатка и третий способ который нам предполагают предлагает система это пропорционально объем что имеется в виду пропорционально объему это пропорционально какой-то наработки основного средства ну допустим бывают разные наработки может быть допустим для транспортного средства согласно наработанному километра дрожу допустим сколько километров проехала основное средство исходя из этого проводить начисление может быть часы работы для какого-то инструмента вот сейчас я вам покажу пример есть демо базе по другой организации по организации металл сервис то есть если мы здесь выберем во всех документах по основным средствам организацию металл сервис мы увидим что здесь введена наработка объекта эксплуатации то есть чтобы его создать создается вот здесь нажимаем кнопочку создать вот наработка объектов эксплуатации откроем этот документ и видим что в данном случае для объекта эксплуатации полуавтомат сварочный начисляется амортизация по наработке часов то есть перечислены объект эксплуатации вот видно все разные инвентарные номера разные и для каждого указано сколько часов он отработал и соответственно амортизация будет зависеть от этой наработки также на этой вкладке мы можем задать другой способ начисления амортизации для управленческого учета допустим согласно вашей внутренней политики бухгалтерском учете вы начисляете амортизацию а управленческом учете допустим не начисляете либо сразу приняли учету тогда вы ставите не принимать учету включать в расходы и управленческом учете у вас амортизации начисляться не будет из за счет этого будет формироваться разница точно так же для налогового учета можно указать другой способ теперь перейдем к вопросу настройка способов отражения расходов легче всего за попасть в отражение расходов соответственно опять же документе принятия к учету при заполнении этого документа мы переходим на вкладочку отражение расходов и здесь мы можем выбрать статью расходов можем выбрать либо создать то есть в данном случае здесь уже настроена в демо базе давайте посмотрим что настроена значит в данном случае амортизация транспортных средств указано что она управленческая и отражается на общих хозяйственные расходы распределяется по коэффициентам соответственно 80 процентов на оптовые продажи направление деятельности и 20 процентов на розничные продажи аналитика идет по объектам эксплуатации дополнительным то есть можно допустим по подразделению задать либо по физическому лицу данном случае по объектам эксплуатации и зайдем во вкладочку бухгалтерский учет и налоги именно здесь мы выбираем гфу группу финансового учета которая будет нам показывать счет расходов на который будет относиться данная амортизация давайте откроем посмотрим в данном случае у нас указан счет 26 общих хозяйственные расходы и соответственно с общих хозяйственных расходов у нас будут закрываться данные расходы на управленческие расходы по деятельности связанных с основной системой налогообложения то есть соответственно это при закрытии месяца давайте попробуем создать сами допустим амортизация коммерческая ну вот я хочу чтоб на коммерческие расходы относилась так теперь мы указываем когда возникают эти расходы при приобретении при складском хранении при продаже в данном случае я выбираю ванных процессах включая общие производственные и общих хозяйственные теперь куда я хочу отнести если на себестоимость производства допустим у вас это станок который производит определенные как какую-то продукцию соответственно если вы установите на себестоимость производства то можно будет отнести непосредственно какой-то вид продукции вот у нас есть правило распределения расходов может быть по партиям по правилу материальным затратам можно по правилам профессиональной суммы оплаты труда можно ручное распределение все это можно здесь настроить вот допустим на партии в объеме сто процентов и здесь можно подобрать на какие подразделения и на какие статьи мы хотим распределять но я выберу по партиям по правилу сумму оплаты труда значит мы видим что настроено что распределяется на все подразделения между партиями по базе и будет браться оплата труда и пропорционально оплате труда распределятся эти затраты между продукцией на себестоимость производимых товаров так можно на финансовый результат соответственно допустим пропорционально выручки то есть мы настраиваем что на все направления деятельности какие есть у вас в организации и пропорционально выручки от продаж будут распределяться расходы но в данном случае если амортизация коммерческая то как бы ну логично да что пропорционально коммерческой выручки дальше настроим тип аналитики расходов ну допустим ну допустим в том у нас примере было объект эксплуатации а в данном случае допустим я хочу физическое лицо чтобы было чтобы я видела сразу допустим разрезим ул соответственно ставлю этот флажок перейдем на бухгалтерский учет и налоги ну допустим амортизации назову коммерческая и указываю что в данном случае счет учета у меня будет 44 и если у меня торговое предприятие то я ставлю 44 0 1 а если допустим производственное но это коммерческие расходы то мы надо поставить 44 0 2 ну допустим что у меня торговое я поставлю 44 0 1 и соответственно поставлю счет 90 0 8 1 управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения если допустим у вас упрощенная система налогообложения не основная тогда ставите 90 0 8 2 значит мы ставим 90 0 8 1 вот если енвд то мы ставим тоже 90 0 8 2 с особым порядком ну по-моему енвд уже сейчас не так широко применены это мы создали сами ручную гфу для управленческого учета можно выбрать такой же вариант либо задать другой вид расходов по основной деятельности амортизация ставлю галочку стоит что принимается к налогу учету по налогу на прибыль сохраняю выбираю ну и вот соответственно поставив аналитику физического лица при выборе аналитики расходов я могу сразу выбрать материально ответственное лицо ну допустим будет Александр Петр Константинович то есть в разрезе физических лиц я настроила аналитику вот этой статьи расходов давайте посмотрим какие еще есть у нас давайте посмотрим общепроизводственные уже настроенные системе статья расходов вот как раз на себе стоимость производства расходы возникают при производстве и группа статей общепроизводственные затраты выбрана метод распределения по партиям по правилу по материальным затратам пропорционально используемым стоимости материалов то есть сколько материалов использовали в производстве пропорционально этой сумме пойдет отражение амортизации распределения соответственно управленческом учете и бухгалтерском учете аналогично аналитика стоит под разделение и кстати обращу ваше внимание характер затрат стоят постоянные то есть имеется ввиду что из месяца в месяц одинаковые расходы и зайдем бухгалтерский учет и налоги посмотрим какие гфу настроены и так видим производственные производственный счет счет 20 основное производство и списывается на 90.081 вот соответственно настраиваю вот здесь статьи расходов либо отдельно в этом справочнике статья расходов можно задать тот способ как у вас будет распределяться и на какие счета учета относиться в бухгалтерском учете теперь давайте с вами рассмотрим как нам начислить амортизацию основных средств начисление амортизации происходит при закрытии месяца для этого в демо базе мы перейдем финансовый результат и контролинг и функционал закрытия месяца я выбрала организацию торговый дом комплексный выберу допустим месяц ноябрь потому что за октябрь я уже начисляла можно не обращать внимание на вот эти все предыдущие ошибки в данном случае нас сейчас интересует тока начисления амортизации нажмем кнопочку начислить зеленая галочка у нас значит что амортизация начислена нажмем подробнее и увидим регламентную операцию о начислении амортизации давайте перейдем с вами в дебет кредит отразим в регламентированном учете и увидим что у нас начислилась амортизация согласно настроек ГФУ то есть счет учета 26 как мы с вами смотрели в начале субконт амортизация транспортных средств подразделения дирекция то есть по автомобилям по всем амортизация начислена на 26 счет на ГФУ и есть у них автопогрузчик по которому как раз способ настроен на коммерческие расходы отдел закупок торгового направления также в эту регламентную операцию можно попасть через меню финансы результат и контролинг регламентные документы здесь я сделала отбор по типу амортизации основных средств допустим вы перешли и у вас идет перемешку все регламентные документы мы можем выбрать наш торговый дом комплексный и через расширенный поиск я отберу амортизации вот вот наша сформированная операция при этом давайте посмотрим вроде бы здесь есть тоже кнопочка создать амортизация основных средств но отсюда мы создать не можем потому что должен быть номер пакета а номер пакета присваивается когда формируется регламентная операция то есть допустим я выбрала месяц декабрь и начисляю но часто бывает что вот здесь номер пакета его нет то есть в данном случае вот нам система выдала соответственно можем попробовать провести да начислилось но часто бывает что через вот эти регламентные документы когда начисляешь нет вот этого номера пакета и выбрать его невозможно и соответственно в таком случае мы начисляем возвращаемся только через функционал закрытия месяца когда мы заходим туда там начисляем и присваивается номер пакета соответственно мы открываем начисленную нашу амортизацию и здесь уже все установлено ну и давайте посмотрим какие отчеты мы можем сформировать по амортизации у нас есть с вами справка расчет амортизации здесь мы можем выбрать основное средство и исходя из этого основного средства вывести начисленную амортизацию также есть другой способ формирования справки расчета то есть мы можем зайти во внеоборотные активы открыть отчеты по внеоборотным активам и вот здесь у нас есть также справка расчет амортизации основных средств заходим и если справка расчет которая открывалась у нас из регламентной операции позволяет выбрать по основному средству ну конечно можно и зайти в настройки и настроить допустим в расширенном способе и по организации сделать отбор то есть донастроить все можно но по умолчанию по умолчанию настроено через основное средство а вот через внеоборотные активы настроена справка расчет амортизации где можно выбрать либо одну организацию либо сразу по всем организациям группы компаний посмотреть вот и добавила торговый дом комплексный и формирую могу убрать управленческий учет налоговый учет сформировать только бухгалтерский учет либо наоборот только управленческий учет либо либо убрать организацию и сформировать допустим по всем организациям в данном случае в октябре здесь у нас только торговый дом комплексный давайте с вами какой-нибудь старый период выберем в демо базе вот вот здесь мы уже у нас появляются другие основные средства которые относятся к другим организациям ноутбук грузовики станки то есть мы видим всю амортизацию не только по москвичам по автомобилям а по остальным организациям тоже что мы также можем выбрать по основному средству допустим кто там у нас был у нас был автомобиль москвич и таким образом мы видим только по этому автомобилю амортизацию можем увеличить период и соответственно увидим по месяцам видим первоначальную стоимость видим срок полезного использования и сумму амортизации давайте еще посмотрим второй отчет справка расчета амортизационной премии тоже формируем торговый дом комплексный выберем месяц а это 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 по объектам капитальных вложений но мы здесь не начисляли поэтому это справка расчет у нас сейчас не формируется итак сегодня в нашем вебинаре мы с вами рассмотрели способы начисления амортизации методы рассмотрели с вами таким образом формируется ведомость амортизации как отнести на определенную статью расходов которая вам необходима для учета если есть какие-то вопросы можно сейчас задать и я постараюсь ответить пока у нас еще немножко есть времени вижу что вопросов нет поэтому я прощаюсь с вами для вас проводил проводила данный этот вебинар компания кодерлайн компания кодерлайн это компания 1с франчайзинг у себя на экране вы видите нашу электронную почту и номер телефона соответственно по этим реквизитам вы можете задавать вопросы нашим сотрудникам и соответственно могу я ответить либо кто-то другой из наших пользователей всего доброго я не знаю я не знаю я не знаю Продолжение следует...